Руководство Уральского экономического университета сквозь пальцы смотрит на нарушение пожарной безопасности в стенах ВУЗа. Такая скандальная информация появилась на странице одного из пользователей ЖЖ. В качестве аргументов – официальные документы. Вот копия постановления суда 29 апреля этого года. Здесь список из 53 нарушений, каждая из которых может стать причиной пожара. Среди них, например, такие. Допускается курение сотрудников в неотведенных местах. Деревянные лестницы читального зала 6-7 этаж не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости. Отсутствует централизованная система оповещения людей о пожаре третьего типа. Мы решили разобраться в ситуации и пообщаться с участниками этого дела. В МЧС информацию подтверждают – нарушения действительно были выявлены. Согласно этому постановлению, один из корпусов университета по адресу 8 марта Народной воли 62-45 литер А должен быть закрыт. Судебные приставы опечатали здание еще 13 мая. Вот мы видим объявление на дверях. 14 июня представитель службы судебных приставов провел плановую проверку исполнения приговора суда. Претензий у ведомства нет. В результате было установлено, что помещение опечатано, печати не сорваны, деятельность в них не ведется. Между тем, по словам одного из сотрудников ВУЗа, в корпусе по-прежнему идут занятия. Попадают туда студенты и преподаватели по переходу, который соединяет два корпуса университета. Проверить это легко. В окнах корпуса по-прежнему горит свет и видны люди, да и в пресловутом переходе – людно. Вместимость здания – порядка тысячи человек, то есть если это действительно так, то все они подвергаются опасности. Руководство ВУЗа прокомментировать эту ситуацию отказалось, сославшись на занятость. Не получается у нас по имитарю, к сожалению, на организме, потому что у нас в 11-м коллеге, где-то там промышленности и дальше видение расписано, поэтому все ключевые лица, которые не заняты. Вот, ну и все, он на словах сказал, что совершение суда есть, можно было просто выполнить. Только за последние полгода в учебных заведениях Екатеринбурга случилось несколько возгораний. В частности, 1 марта загорелась дверь одной из аудиторий УРГУ. 12 мая загорелся деканат заочного отделения Института психологии педуниверситета. А убытки от прошлогоднего пожара в сельхозакадемии составили несколько миллионов рублей. По счастливой случайности в этих пожарах не пострадали люди. Ставить точку в истории с этим зданием еще рано. Оно построено еще в 50-е годы. Нарушения пожарной безопасности зафиксированы официально. Теперь дело за руководством ВУЗа. Их задача – ситуацию исправить. Тем временем, опять же, в сети появилось еще несколько фактов. Факт первый. Денег на поддержание пожарной безопасности у ВУЗа нет. Зато есть деньги на покупку нового автомобиля. Согласно данным сайта госзакупок, в январе 2011 года куплен у компании «Автоплюс» автомобиль «Лексус» за 3 миллиона 750 тысяч рублей. Причем до этого, по слухам, в автопарке ВУЗа уже было два автомобиля – BMW 5 и 7 серии. Факт второй. На днях состоялось судебное заседание, по результатам которого было принято решение закрыть общежитие экономического университета на вторчермете. Но об этом мы еще подробно расскажем.